Музыка Вот, например, видите, шарик вот, на самом деле мы еще видели там надписи, да? Да, но надписи останутся в вашей памяти, а шарики вот здесь на фотографии. Как красиво, да, очень красиво. Да, очень красиво. И еще, наверное, это уже традиционно, в прошлом году был давний стих на нашу годовщину общины, и в этот раз точно так же. Господь дал мне стих, и я бы хотела поделиться, чтобы мы все порадовались и вас поздравить этим стихотворением. Рождение общины — это праздник для неба и также для людей. Ведь нас Господь своим божественным избранием призвал Израилу нести благую весть. И каждый, кто в общину попадает, не может прежним путь. Работу Бог наш совершает и сердце наше очищает, духовно нас освобождает, чтоб стали мы еще светлее, и чтобы любовь его могла наполнить святостью сердца. Пусть каждый в нашей дорогой семье приобретет в себе друзей, пусть с радостью наполнятся сердца, чтоб обрели мы дом Христа, что пастор добрый есть у нас. И за Иисусом он идет, и всех заботливо ведет, что дом наш светится хвалой, и славить Господа мы не устанем. Давайте же его прославим! Спасибо, дорогие детские служения, дорогие детки! Сейчас мы немножко поговорим о той главе, которую читали на этой неделе. Она называется «Микец» и «Было по прошествии». Записана эта глава в книге «Бытие» в 41-й главе, с 1-го стиха по 44-й главу 17-й стих. Мы с вами помним с прошлого раза, и предыдущие главы описывают трагические события в жизни Иосифа, который был сыном патриарха Иакова. И в молодом возрасте Иосиф жил в атмосфере любви, его любви и отец, и мать. Но в отношениях со своими братьями он был немножко наивен. Мы знаем, что отец его особо выделял среди сыновей своих, потому что он был сыном его любимой жены Рахели первым, и поэтому отец немножко больше ему выделял внимания, дарил больше любви. Ну и мы знаем, что ему вроде как неплохо жилось. Но вдруг в один день все в его жизни оборвалось. Мы знаем предательство братьев, рабство, унижение, чуждая культура, тяжелый труд в доме Патифара, тюрьма. И мы понимаем, что в такое тяжелое время любой человек, в том числе Иосиф, мог засомневаться в любви того, о котором ему рассказывали его отец, отец отца и, наконец, сам Авраам, его дед, прадед. Но Бог всегда остается верен. Способность Иосифа толковать сны вывела его из тюрьмы и помогла занять руководящую должность. Он стал вторым человеком после фараона. И в этом мы видим потрясающий пример того, что, как написано в Римлянам 8 глава 28 стих, «Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». И вот эта тема является главной в данных главах бытия. И сегодня мы будем продолжать рассуждать над жизнью Иосифа. На этой неделе Тора описывает события, которые развиваются вокруг снов фараона. Мы знаем, что это были очень странные сны о коровах и колосьях. И вот как раз в это время Господь выводит Иосифа на историческую арену. Имея мудрость от Всевышнего, Иосиф получает толкование этих снов. И таким образом приобретает благоволение фараона и становится вторым человеком в Египте. Мы понимаем, что видим, что в 30 лет от роду Иосиф приобретает власть, величайшую на то время империю мира, государство мира, и получает власть, равную власти фараона. И это действительно весьма ценный подарок от Бога. И в этой неделе на главе описываются три основные события. Выход Иосифа из темницы, время его управления и приход братьев в Египет за хлебом. И кульминацией этой истории должно стать спасение всей семьи Иосифа. И стоит обратить внимание на несколько основных моментов его жизни. Во-первых, сама ситуация уникальна и чудесна тем, что раб, узник египетской темницы, выходит на свободу и чудесным образом становится вторым человеком в государстве после фараона. Но мы понимаем, что это все не просто так, потому что Бог сам контролировал всю эту ситуацию все это время. Ведь мы знаем, что человек Биночерпий, на помощь которого рассчитывал Иосиф, он совсем забыл о нем, когда оказался на свободе, но вспомнил только через два года. И эти два долгих года Иосиф находился в заключении, в заточении. И все эти годы ждал, пока же все-таки Биночерпий расскажет о нем фараону. И мы знаем, видим, что время, проведенное в темнице, стало временем подготовки для Иосифа. Подготовки к тому предназначению, которое Бог хотел исполнить в нем. У Бога был план спасения всей еврейской семьи, и всего еврейского народа. Но для этой цели нужен был верный, испытанный человек. Таковым Бог, в конце концов, и сотворил Иосифа. И также в нашей жизни, если мы правильно будем относиться к трудностям, которые стоят у нас на пути, эти трудности могут стать для нас в периодном подготовке к принятию Божьих благословений. Во-вторых, мы видим, что вся эта ситуация до мелочей продумана Богом лишь для одной цели – спасения семьи Иосифа и всего еврейского будущего народа. Мы видим, что в то время, когда Иосиф процветал, его семья страдала от голода, который поразил землю ханаанскую, так же, как и Египет. И Иаков послал 10 своих сыновей в Египет купить зерна, и только Вениамин, младший сын, остался с ним дома. В Египте 10 братьев встречают Иосифа. Он узнает их, но они и понятия не имеют, что этот египетский вельможа является их давно потерянным братом. Затем Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы, и приказывает им привезти Вениамина, у которого к нему было особенное отношение, поскольку они оба были детьми Рахеви, и в качестве доказательства того, что они говорят правду. Но братья при этом все еще не узнают Иосифа. Мы видим дальше, что Бог устраивает все для последующей победы. До того, как братья покинули Египет, Иосиф разработал план, чтобы привезти Вениамина в Египет. Братья вернулись в Ханаан, рассказали о случившемся Иакову. По мере того, как в этой главе разговариваются события, братья, мы видим, что больше переживают о своем грехе. В 42 главе Бытия, в 21 стихе, можно прочитать, «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе это». Но Иосиф не был по природе человеком мстительным. Он просто хотел справедливости. Он хотел, чтобы его братья полностью обратились к Богу. Имя Иосиф, северита, буквально означает «добавить», «прибавить». Это значит, что Бог хотел прибавить всю семью Иосифу к этому спасению. То, что они не узнали о правителе Египта своего родного брата, это тоже было Божьим замыслом. Иосиф не торопился открыть свое лицо братьям, а испытывал их. Мы, может создаться впечатление, что он мстил им за ту боль, которую они причинили. Но на самом деле он проверял отношения братьев к себе через их отношения к отцу и младшему брату Вениамину. И также и Господь заповедовал нам любить Бога и ближнего своего. Эти две заповеди, мы знаем, тесно связаны между собой. Нельзя любить Бога, но не любить брата своего, и наоборот. И Господь постоянно проверяет нас на отношения друг к другу. И в-третьих, Иосиф является прообразом Мессии, самого Ишуа. Вся жизнь Иосифа пророческая, и это прослеживается по всей этой истории. Иосиф, как мы знаем, был правильным человеком, и его жизнь повлияла на многих людей, даже на фараона, который спросил своих слуг, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Это очень удивительно по своей сути утверждение. Акцент на Божьем Духе в жизни его народа будет доминирующим в последующих пророческих книгах Торы. Но здесь, в книге Бытие, только Иосифа мы видим, который описывается подобным образом. Его благочестие повлияло на всех, начиная от египтян и заканчивая его братьями. И это должно напоминать нам слова Ишуа, которые он сказал в 5 главе Матвея в 14-16 стихе, когда говорил, «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы, и зажечься свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Так да светит свет ваш предлетний, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Аминь. Спасибо. Слава Богу!